Ученики коррекционной школы Надежда занимаются в трех зданиях на вокзальной улице в 17-й школе в Новой Трехгорке и в православном центре на Можайском шоссе. Именно здесь решили провести рабочую встречу с родителями обучающихся, чтобы ответить на главный вопрос, придется ли 1 сентября особенным детям сесть за парту уже совсем в другом месте, за несколько десятков километров отсюда. Не было никакой идеи переводить силой, как уже звучало на нашей сегодняшней встрече, силой детей из Надежды в Горловку или в какие-то другие помещения или учебные заведения. Школа Надежда в тех трех точках, в которых она сегодня существует, так и останется до момента строительства нового здания. Сейчас в школе Надежда учатся 159 детей, из них 79 инвалиды. Здание на вокзальной было построено в 1953 году, капитального ремонта не требует, а косметический лоск ему придадут в течение летних каникул. Сроки сжатые, но строители справятся, обещает заместитель начальника управления образования Олег Дмитриев. Ремонт кабинета, как я уже сказал, вестибюль, частичная замена оконных блоков, ремонт самовзлов и инженерных систем. Общая сумма, планируемая к финансированию, это без учета тендерного свержения, 7 миллионов 448 тысяч. Впрочем, к 2021 году по инвестконтракту должно быть введено в эксплуатацию новое здание школы Надежда. Оно разместится на участке в 56 соток и будет рассчитано на 100 учащихся. Предусмотрен земельный участок порядка 56 соток, на котором расположится здание школы Надежда на 100 ребятишек. На сегодняшний день техническое задание, поскольку понимаем, согласовано. Наша задача вместе с коллегами из Минстроя выйти с требованием к застройщику построить школу не на 100 мест, а на больший объем. А задача земельщиков наших, коллеги, я просто хочу, чтобы протокол все это тоже заносили. Земельный наш комитет должен найти и прирезать к существующему участку, на который ВПЗ уже получен, дополнительно эти сотки, которые нам позволят построить здание большего объема. Для этого по поручению главы округа в ближайшее время будет проведена встреча с застройщиком, на которой обсудят изменения в инвестконтракте. Здесь сейчас стоит шесть стульев для шести учеников. Я не знаю, мне померить тяжело это помещение, но до доски, если мы посмотрим, да, ну полтора метра. Этот учебный год ученики школы Надежда начинали на двух этажах православного центра, но уже в конце сентября их попросили ограничиться первым, а второй освободить для филиала музыкальной школы. Класс не предназначен для такого количества детей. Одиннадцать детей все-таки для этого помещения это очень мало. Здесь, наверное, объективно 12 квадратов, не больше, может быть, чуть побольше, 13, да, но он не предпосуден, потому что мы, у нас здесь проходят ретельские собрания, и даже при учете того, что собирает семь, восемь родителей, это очень тесно. Вернуть второй этаж ученикам школы Надежда с такой просьбой обратились родители. Условия обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в православном центре проверит специальная комиссия. Найдите компромиссное решение. Если мы разместили здесь музыкальную школу в ущерб детей и инвалидов, значит, музыкальная школа должна подвинуться. И вернуть все нужно обратно. А найти в музыкальной школе такое же качественное, полноценное помещение, но в другом месте. По итогам встречи было принято решение создать рабочую группу, в которую войдут представители администрации, управления образования, учебного заведения и родители, чтобы иметь возможность контролировать ситуацию и получать всю необходимую информацию из первых уст. Евгения Августина, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.